Синоптики говорят, лето окончательно наступило, жара теперь надолго. Приднестровцы потянулись к воде, хотя пляжи официально открывают только 1 июня. По графику, а не по погоде. В этом году у нас был очень странный весенний паводок из-за неравномерных сбросов воды. Уровень Днестра много раз то рос, то падал. И берег во многих местах, в том числе и на пляжах, еще довольно грязный и топкий. Зато на пляжах точно идеально чистое дно. Его проверили водолазы. Ничего опасного не нашли, осталось поставить буйки и выпустить на дежурство спасателей. Как готовили пляжи к сезону, на неделе наблюдала Наталья Ткачук. Ева, идем купаться! Ева, посмотри! Ты любишь купаться? Ты любишь купаться? Водичка супер! Бендерский пляж у крепости – самое посещаемое летом место среди бендерчан. И не только. Сюда можно добраться пешком, прямо по ступенькам через крепость, доехать на личном транспорте, машины есть где оставить. Из плюсов – вода чистая и прозрачная. Возле берега совсем не глубоко. Из минусов – уровень воды меняется каждый день. Вот так берег пляжа выглядел неделю назад, а вот так сейчас. Мелко-мелко. Далеко мелко? Ну, не недалеко, но мелковато. По сравнению с прошлым годом мелковато. Вода должна подняться, и где-то метра два она должна подняться. Ну что-то она совсем в этом году сейчас… Ну просто сейчас ниже уровень. Опустилась? Это плановая проверка дна перед купальным сезоном. Пляж у нас начинается вот где башня, вышка спасательная. Оттуда начинается пляж и заканчивается где раздевалка. Это зона пляжа. Но мы все равно проверяем, потому что люди тут тоже отдыхают, проверить дно, начало пляжа и конец пляжа. Цепляем на руку водолазу экшн-камеру. Своими глазами увидим, что же там на дне. Водолазы работают в связке. Один уходит под воду, второй страхует веревкой. Один раз дернул за веревку, значит на дне что-то есть. Я запоминаю. Если что-то объемное большое, то запоминаем, уже говорим спасателям, какие-то меры предпринять, техникой, тросами вытянуть. Если это мелко, то собственноручно сразу же водолаз пытается, ну, он достает. То есть пока все норм? Да, пока все. Вон, если идет, еще никаких сигналов, значит все хорошо. Водолаз выходит на берег. На обследование Бендерского пляжа ушло минут 15. Значит, ничего опасного на дне реки нет. Как дно? Дно чистое. Не спасали предметам. На сегодняшнее число. Водолазы же проверили пляжи по всей республике. Вердикт – купаться можно, опасности нет. Правда, в Тирасполе из-за подъема, а потом резкого ухода воды, изменился рельеф дна на пляже за мостом. Инспекцию водолазами столичный пляж прошел. А что с инфраструктурой? На первый взгляд и не поймешь, готов пляж или его только будут готовить. Внешний вид портит густая растительность и не совсем ухоженный берег. Мы сейчас даже гуляем, стекла мелкие есть. Я сама лично поднимала, убирала. Пляж хотелось бы убрать, привезти в цивильное состояние. По сравнению с прошлым годом, инфраструктура на городском пляже мало как изменилась. Все те же крытые навесы в этом году. Их, скорее всего, ремонтировать не будут. Туалет находится все так же через дорогу от навесов. Раздевалки на своих местах и душевые. Душевые, они тоже будут без ремонта и воды в них пока нет. Раздевалки, они вот в принципе просто подкрасятся. Вот, подкрасятся там несколько скамеек. Мы в прошлом году подкрашивали все заборы. Вот так же и раздевалки душевые, и вот все под навесы. Ну, в этом году вот все в удовлетворительном состоянии, вот поэтому просто уже будем мыть. Да. Ну, а что там со спуском к воде? Сейчас он кажется слегка экстремальным. Вот так вот спускаемся к воде. В разведку приехал. Так. Еще не знаю, буду купаться или нет, но пока только посмотрю. А что перевесит? Чашу весов? Искупнуться? Вот. Грязь. Смещает? Да. А вода? Глянули уже? Воду еще не пробовал. Вода прозрачная, водорослей нет. Дно хоть и елистое, но не глубоко. Конечно, быков еще нет и непонятно, где начинается глубина. Буи установят, как только вода перестанет гулять. А вот с песочком в этом году проблема. Тот, что есть, конечно, взбодрят, но нового ждать не стоит. Песок мы, конечно, завозить и менять не будем, потому что это вполне естественно. Уровень воды постоянно поднимается, и этот песок, он уходит в реку Днестр. Впрочем, все эти незначительные мелочи любители речного отдыха не замечают. Купающихся на городском пляже прибавляется с каждым днем. Я не местная, я вообще-то из Армении, как она приехала. Да, мне очень нравится. Природа обалденная, воздух чистый. Я приезжаю сюда, я сразу, вот мне спать хочется, настолько воздух чистый. Нам нравится, мы с вами с Украины, с деревни, она беженка, а я вообще с 75-го года живу. На пляжные дежурства спасатели заступят со следующей недели. А пока у них последние тренировки. И зачет. Сто спасателей, которые будут дежурить на пляжах, кидают конец Александрова. А если не сдаст кто-то? Таких у нас не бывает. Тренируются в броске спасательного круга. Всегда интересовалась, он уже тяжелый достаточно, а если попадет по человеку или такого быть не может? Оно просто закидывается как... Надо как бы, чтобы сделать правильно. Не то, что дальше, а вот где тоненький человек. И в первый раз берут в руки весла. В одной лодке новенький спасатель и опытный инструктор. Поворот, приближение к тонущему человеку, если такое будет, не дай бог, конечно. Потом спасение человека. Должны, грубо говоря, спасти... Не грубо говоря, а должны спасти его. Конечно, вот стрём. И подплыть к берегу обратно. На входе на городской пляж все так же будет кран с водой. А вот магазинчиков с напитками и сладостями пока не будет. Комплекс закусочных и бар с террасой, который сейчас строят на месте детского бассейна, откроется только к концу лета. Зато за мостом и кафешка, и почти морской песок. Пляж Сократ сейчас тоже приводит в порядок. Чистый песок, очень чистый песок. Нету мусора, это да. Ну, я думаю, если бы было что-то более... Менее, например, для развлечения детей, там, карусели или какие-то, возможно, горки, да, водяные горки, было бы намного интереснее. Все 10 официальных пляжей республики проверены и обследованы. Косметический ремонт на них идёт полным ходом. Вода с каждым днём теплее. До старта купального сезона остались считанные дни. Можно купаться, но детям пока ничего нельзя. Наталья Ткачук, Дмитрий Рядькович и Александр Зелинский. Отражение.